Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Не будет ни российского кубка, ни европейского. Футбольный Ростов не смог остановить несущийся к трофею локомотив. Одним тишину аллей, другим дорожки для скейтов и роликов. Концепцию благоустройства парка 300-летия Таганрога обсудили сегодня эксперты в проектной мастерской фестиваля ландшафтного искусства и флористики «Южные города-люди». За реконструкцию этого парка по программе «Комфортная городская среда» проголосовали жители Приморского города. Теперь профессионалы должны сделать парк удобным для всех. Таганрог, как и все города и районы области, готовится к участию в областном конкурсе дизайн-проектов благоустройства. Средства на обновление общественных пространств, выбранных рейтинговым голосованием, получат лучшие идеи архитекторов и дизайнеров. При этом один из ключевых критериев отбора проектов победителей – участие в их обсуждении жителей. Мы очень настоятельно рекомендуем проводить такие мероприятия, которые называются в английском варианте «воркшоп», переводя на русский, такая проектная мастерская, где вместе с жителями, бизнесом, экспертом разрабатываются вот такие первые подходы к концепции благоустройства. Каким должен быть парк 300-летия Таганрога, горожан уже опрашивали в интернете. Мнения разделились. Одни предпочитают тихий отдых в тени деревьев, другие – активный, на современных спортивных и детских площадках. Хотелось бы, конечно, чтобы было больше тени, больше растительности. Хотелось бы, конечно, чтобы присутствовала вода, так как это основная проблема этого парка, то, что нет затененности. И нет дорожек, нет комфортных зон для отдыха. Уместить все пожелания в один проект – настоящий вызов проектировщику. К участию в обсуждении концепции одного из трех крупных парков Таганрога пригласили эксперты из Франции. Клод Паскер преподает в Версальской высшей национальной школе ландшафтных архитекторов. И к его мнению прислушиваются многие. Возможно, это немного революционная идея и концепция, но я считаю, что человек не является вершиной природы. И очень нужно донести важность и ценность значения нашей окружающей среды. Площадь парка – 10 гектаров. Он довольно молод, поэтому его можно сравнить с чистым листом бумаги, на котором удобно творить. Мария Индрикова, Руслан Хамчиев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Реальность срока годности, соответствие состава, указанному на этикетке, и соблюдение норм безопасности. По этим и другим критериям областной департамент потреб рынка вместе с экспертами проверяют качество продуктов в крупных торговых сетях. Сегодня очередь дошла до кефира, сметаны и другой молочки. В эту сумку специалисты лаборатории собирают сегодня образцы молочки из четырех популярных продуктовых магазинов. При выборе марки, которая отправится под микроскоп, эксперты руководствуются ее популярностью у покупателей. В каждом супермаркете выбирают новую продукцию. Именно здесь мы сейчас выберем по одному наименованию молока, масла, кефира и творога, потому что продукция первой необходимости. Для товара ежедневного спроса некачественность просто недопустима. Сначала эксперты, как и обычные потребители, проверяют срок годности и сразу советуют. Желательно выбирать молочный продукт со сроком жизни не больше суток-двух. И еще советуют обращать внимание на наличие ГОСТа. Лаборатории образцы продуктов сначала оценят по внешнему виду, потом проведут микробиологические исследования. Основное из них – на наличие кишечной палочки. Плюс будем проверять жирно-кислотный состав, потому что производитель пишет, что молоко сделано по ГОСТ, в нем не должно быть никаких растительных добавок, то есть это должны быть натуральные жиры. Результаты экспертизы будут готовы через несколько месяцев. Их опубликуют на сайте защиты прав потребителей, чтобы покупатели смогли видеть надежные и сомнительные бренды. А теми, кто нарушает технологию производства, займутся специальные органы. В этом году Департамент потреб рынка уже проверял мясо, фарш и рыбу. К лету соберут образцы мороженого и салатов. Проверка магазинной продукции, часть программы защиты прав потребителей, исследования проводят уже 11 лет. И в первые годы результаты проверок не радовали. У нас практически из 10 образцов закупаемых одного вида товара, творога, то есть мы видели, что 8-9 образцов не соответствовали по критерию идентификации. Что это значит? Это значит, что действительно содержались в твороге ни жиры, ни молочного содержания. И для нас, конечно, это очень важно, донести эту информацию до потребителя. Теперь показатели лучшие из десятка образцов творога с нарушениями – 4. В Департаменте подчеркивают, в их работе важна обратная связь с людьми. Работает номер горячей линии, по которому можно получить консультацию или рассказать о некачественном продукте или услуге. 50 тысяч пицц в месяц съедают жители Волгодонска у Камина. Первый объект общепита этого города получил сертификат качества «Сделано на Дону». Сеть пиццерий «Камин» готовит свои блюда в основном из местных продуктов. Пицца с сыром, морепродуктами, салями или мясом – предпочтения волгодонцев в съедобном символе Италии разнообразны. Выбрать, есть из чего. Здесь могут предложить 30 видов. И это не считая блюд русской, японской, европейской и, конечно, итальянской кухни. Есть и секретное оружие – фирменная пицца «Барселона». Дрожжевое тесто, то есть без всяких добавок, чисто дрожжи, сахар, соль, яйца, мука, то есть масло, все. Остальное, конечно, мы не рассказываем. Это наш маленький секрет. Сеть пиццерий прошла добровольную сертификацию, сделанную на Дону в сфере общепита. Претензий у проверяющих нет, что подтверждает Донской знак качества, выданный на год. Камин работает уже больше 15 лет. В ресторане предусмотрена служба кетеринга и стол быстрого самообслуживания. Для самых маленьких разработано специальное детское меню. Можно заказать доставку пиццы, роллов, горячих обедов. Мы хотели подтвердить свое качество теми специалистами, которые нам сегодня вручают эту сертификацию. Никаких трудностей не было. Вот как мы работаем с нашим продуктом, так все и мы предоставляли. Угощает камин и сладостями. Кондитерский отдел делает торты на заказ. Пироги, издоба и другие десерты готовятся только вручную. Сергей Мирошниченко, Анатолий Рашевский, Дон-24, Волгодонск. Сохранить объекты культурного наследия, водоемы и природоохранные территории. Обеспечить безопасную эксплуатацию объектов обороны, энергетики, транспорта и связи. А главное – защитить жизнь и здоровье людей. Такие задачи определяют изменения в градостроительной и земельной кодексы России, вступившие в силу в прошлом году. Они выделяют 28 типов зон с особыми условиями использования территории. Однако нововведения создают определенные проблемы строительству. Их решения обсудили в Заксобрании области депутаты и общественники. Один из вопросов в том, что некоторые земельные участки попадают одновременно под статус нескольких особых зон. При том, что даже одна зона требует от строителей прохождения госэкспертизы. Это, конечно, сдерживает скорость выполнения строительных объектов, потому что государственная экспертиза, ну, во-первых, будет ли она справляться, может, она перегружена будет физически. Может быть, вот это увеличение сроков до 65 дней, ожидаемых в государственной экспертизе, окажет сдерживающий фактор на строительную отрасль. С учетом предложений, полученных в ходе общественного обсуждения, донские депутаты планируют выработать компромиссные решения с федеральными коллегами. Преодолеть сложный участок высоко в горах, навести переправу через горную реку и совершить марш-бросок на 5 километров. Лучших горных военнослужащих Южного военного округа определяют на соревнованиях по спортивному ориентированию «Ильбрусское кольцо». Солдаты соревнуются в горах и на полигонах Карачаева-Черкесии. Пиком отбора станет восхождение на время на пик горы Пастухова, высота которой больше 3 километров. По итогам этих отборочных соревнований будет определен лучший антинистский взвод ЮВО. Он представит округ на всеармейском конкурсе, который пройдет в июле при Эльбруссии. Мечты о футбольных Еврокубках разрушены окончательно. Последняя нулевая ничья с «Динамо» обнулила шансы попасть в Европу через чемпионат страны. Оставалась надежда на кубок. В полуфинале у Ростова была в активе гостевая ничья 2-2. Но «Локомотив» уехал в финал без нас. А начиналось все так оптимистично. Мяч побывал в воротах столичной команды уже на 15-й секунде. Точным выстрелом в дальний угол отметился Ионов. Но порадоваться ростовчане не успели. Судья определил офсайт только с помощью видеоассистента «Арбитра». Мне казалось, что мы забили чистый гол. Но посмотрели и там действительно было чуть-чуть совсем не игры. То есть все-таки вот эта система «ВАР» нужна для нашего футбола, как вы считаете? Ну, нужна. Но можно было еще один моментик в начале матча посмотреть, когда Иван Новосельцев упал в штрафную соперника. Можно было тоже посмотреть и определить, было ли там нарушение или нет. Спустя 9 минут Ионов должен был открывать счет уже по всем правилам. Он выскочил на рандеву с Гильерме и не успел его перебросить. После этого москвичи завладели территориальным преимуществом, хотя острых моментов команды почти не создавали. Первый тайм плавно шел к нулевой ничьей. Железнодорожники взорвали ситуацию буквально на последней секунде. С выстрелом в девятку Рифат Ажимальдинова не справился бы ни один вратарь. После перерыва хозяева вынужденно пошли вперед и наткнулись на контратаку, которую четко завершил Федор Смолов. Отыграть хотя бы один мяч ростовчанам не удалось. Не помогли и вышедшие на замену Эльдор Шамуродов и Тимофей Калачев. 0-2 поражение Ростова 2-4 по сумме двух матчей и Ростов без финала Кубка России. И без Еврокубков в следующем сезоне. Иван Полехин, Лев Клинов, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии был Артем Тарасов. До встречи.